В колонии номер 7 города Иваново решили бороться с алкоголизмом и наркоманией среди осужденных. Создали специальный отряд для тех, кто самостоятельно побороть пагубное пристрастие не в силах. Здесь женщин АВК-7 отбывают наказание рецидивистки, приучают к занятиям спортом, обучают кулинарии и настраивают на трезвую жизнь на воле. В отряде на сегодняшний день у нас стоит 5 человек. Работа проводится в течение полугода. Она зачисляется в отряд в группу 10 человек. На сегодняшний момент у нас 2 человек было проведено полностью весь комплекс мероприятий. Они закончили данную программу. Оставились 5 человек, которым программа продлена. И мы работаем с ними дальше еще в некоторое время, то есть в районе 3 месяцев. Проблема наркомании в зоне повальная. Из полутысячи осужденных 90% сидят по 228 статье за распространение наркотиков. Большинство товар пробовали и пристрастились. У москвички Ольги стаж употребления тяжелых наркотиков 23 года. Пробовала побороть пристрастие на воле, не вышло, слишком много соблазнов. В зоне с этим проще дозу не достать. Хочешь, не хочешь – ремиссия. Мы вот прошли состояние физической ломки, да, и вот пришло осознание трезвой жизни. Самое страшное, когда мы выйдем отсюда, чтобы не прийти к этому снова. Это очень страшно. Это огромная работа над собой ежедневная, ежечастная. Это надо исключить из круга своего общения, бывшее свое общение, устроиться на работу. Ну, это очень. На самом деле это программа, которая нам дает силы, да, как бы вкладывает нам в голову и поясняет то, что мы все-таки должны найти себе силы и отказаться, чтобы в окончательном итоге мы не попали сюда обратно. Перед началом программы женщины проходят психологические тесты. По ее завершении через полгода тесты повторные. По их результатам специалисты и определяют, помогли занятия или нет. Хотя обещать, что осужденные не возьмутся за бутылку или шприц повторно, никто не может. Гарантии мы никакой дать не можем, но мы делаем все возможное для того, чтобы немножко перестроить их мышление, для того, чтобы их жизненные ценности сместились с алкоголем и наркотиками на что-то другое. Там уже не важно что, главное, чтобы это была работа, семья, дети, что-то, что не будет затрагивать их зависимость. Реабилитация – дело добровольное. Сужденные сами принимают решение участвовать в программе. Для них составляют отдельный распорядок дня. В этот отряд к психологу и психиатру они приходят в свободное от работы время. Если мужчина может заставить себя подняться с этого дна, то на женщине и алкоголизм, и наркомания наносят такой неизгладимый отпечаток. Как бы она потом ни поднималась, очень тяжело именно стереть этот отпечаток и с лица, и со всего остального. То есть это для женщины, для которой, в принципе, очень важна ее внешность, это, наверное, проблематичнее именно в том плане, что страдает в первую очередь и внешность, и тело, и вообще все. Первые пять человек программу уже завершили и остались довольны результатами. Остальным предстоит еще многомесячная терапия, первый шаг которой – принятие собственной зависимости. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова.